Здравствуйте! Это видео будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу про статусы заказов клиентов. Во второй части я расскажу про обеспечение товаров. Я создал 4 заказа клиентов для примера и мы их будем рассматривать. Первый заказ у нас подсвечен красным. Независимо от статуса документа текущего состояния, он будет подсвечиваться красным, если у нас просрочен срок выполнения. То есть срок выполнения меньше текущей даты. Смотрим дальше. Следующее состояние. Ожидается согласование. В самом документе оно выглядит вот так, на согласовании. Это означает, что этот документ должны ответственные лица подтвердить для дальнейшей работы. Если заказ одобрен, статус изменяется к выполнению или ставится закрыт, и в списке документов он будет изменен. Также статус можно устанавливать непосредственно из самого списка. Для этого мы выделяем строку. Удерживая клавишу shift, можно выделить сразу несколько строк и после этого изменить статус. Вот у нас сейчас находится документ под номером 3 в состоянии согласования. Изменим статус и поставим к выполнению. Как видите, статус не изменился. Следующий статус у них... Следующее состояние бывает ожидается предоплата или готовка к отгрузке. Ожидается предоплата у нас появляется в том случае, если у нас соглашение предусматривает форму оплаты, порядок оплаты, предоплата. Если у нас соглашение предусматривает порядок оплаты кредит, точнее отсрочка, то тогда сразу статус у нас меняется. Не статус, а состояние меняется готов к отгрузке. Посмотрим, как изменится состояние, если у нас произойдет оплата. Создадим какой-нибудь документ оплаты. Допустим, приходный ордер на всю сумму. Все, у нас появилась предоплата. В самом документе это тоже можно увидеть. Вот в самом низу оплачено по заказу 100%. После этого статус меняется готов к отгрузке, и документ можно оформлять дальше уже документом реализации товара. Если предоплата не поступила, то программа нам не даст изменить обеспечение товара. Если мы в заказе, который не оплачен, пытаемся изменить обеспечение на отгрузку, то программа при проведении выдаст сообщение, что нарушены условия оплаты. Попробуем провести реализацию заказа и посмотрим, как изменится текущее состояние после этого. Подбираем документ, проверяем обеспечение, и при необходимости переводим его в состояние отгрузить. Проводим документ и создаем на основании реализации товара. Проводим документ и смотрим на состояние нашего заказа. Он изменился и написано «Ожидается отгрузка». Написано «Ожидается отгрузка» потому, что у нас еще не изменен статус в реализации товаров. Сейчас нужно поставить в реализации, что товар отгружен, и тогда еще раз изменится состояние нашего заказа. Для того, чтобы быстро найти документ реализации товаров, можно открыть с левой стороны ссылку «Структура подчиненности» и увидеть все документы, которые связаны с нашим заказом. Открываем реализацию, изменяем статус «Реализовано», еще раз его проводим. Сейчас у нас товар спишется со склада и проверяем статус нашего заказа. Чтобы он изменился, нужно обновить список. Все, у нас теперь изменился статус «Ожидается оплата после отгрузки», потому что у нас соглашение предусматривало эти правила оплаты. Дальше, если мы изменим... Далее, если мы сделаем оплату, то у нас опять изменится статус. Попробуем провести оплату. Все, и теперь у нас документ «Заказ клиентов» изменил свое состояние на «Готов к закрытию». То есть, это значит, что вся цепочка уже пройдена и осталось только изменить... Установить статус «Закрыт» у полностью отработанных заказов. Он так и называется. Изменяем статус. Он сразу становится подсвечен серым цветом и это значит, что документ у нас полностью закрыт. На этом первая часть закончена. Сейчас мы будем рассматривать обеспечение товаров. Сейчас у нас все товары и документы, кроме последнего, который закрыт, находятся в состоянии обеспечения «Не обеспечивать». Мы их будем менять и контролировать с помощью обработки состояния обеспечения заказов. Возьмем первый документ и попробуем изменить и заполнить обеспечение. Поставим отметку «Отгрузить». Это будет означать, что товар необходимо отгрузить со склада. Пробуем провести. Отгрузить мы не можем, потому что, как я уже раньше говорил, у нас предусмотрена предоплата. Так, поэтому еще раз меняем и резервируем его на складе. Смотрим состояние обеспечения заказов. Так как товар у нас уже зарезервирован, то обеспечение заказов у него видно не будет. Изменяем обеспечение в другом документе. Здесь у нас две строки и сразу для двух строк мы изменим обеспечение. Здесь мы поставим «Обеспечение». Жмем «Заполнить», действия изменились и жмем «Провести и закрыть». Еще раз проверяем состояние обеспечения заказов и видим, что здесь у нас появился уже наш заказ. Строки подсвечены разными цветами. Чтобы знать, какой цвет что обозначает, можно открыть легенду. Кнопка «Открытие легенды» находится внизу. И здесь расписано, какая картинка обозначает и какой цвет что значит. Вот зеленый цвет у нас означает, что товар полностью доступен к обеспечению. И мы можем его зарезервировать. Нажимаем «Резервировать». После этого у нас товар становится в резерв на 21 число. До 21 числа. Следующий товар у нас подсвечен оранжевым цветом. Это означает, что частично доступно обеспечение. Что это значит? Если мы нажмем «Резервировать», то строка у нас разобьется на две. И первая строка будет с количеством 15. Это значит, что количество 15 у нас есть на складе. А серым цветом обозначает, что обеспечение недоступно. И этот товар необходимо заказать у поставщика. Как работать с заказами поставщику, я в конце покажу для общего развития. Но это будет отдельная тема. Открываем наши заказы и смотрим, как изменились действия в предыдущем документе. У нас изменилось действие для первой позиции. Товар стал в резерв. И изменились действия для второй позиции. Появилось две строки. Первая строка у нас зарезервировалась на складе. И вторая отмечена к обеспечению. То есть это значит, что товар нужно заказывать у поставщика. Его нет на складе. Открываем следующий документ. И изменяем действие на обеспечивать обособленно. Обеспечивать обособленно. Остановлюсь на этом отдельно. Это значит, что весь товар, который мы указали обеспечивать обособленно, необходимо заказывать у поставщика. И заказ поставщику будет оформлен конкретно под заказ клиента. То есть, когда товар придет на склад, он будет принадлежать конкретно вот этому заказу клиента и никакому другому. И если вдруг покупатель откажется от покупки этого товара, то изменить обеспечение мы не сможем. И отменить документ до тех пор, пока не будет отменен заказ поставщику. То есть, программа предупреждает, что по этому заказу был заказ поставщику и с ним необходимо что-то сделать. Ну и последнее действие. Резервировать по мере поступления означает, что как только будет поступать, если товара нет на складе, то он будет резервироваться по мере поступления на склад. Как я и обещал, сейчас для общего развития покажу, как оформляются заказы поставщику. У нас здесь есть одна позиция, которую нужно заказать у поставщика. И еще одного заказа мы сделаем обособленное обеспечение, чтобы показать, как это работает. Сейчас я нахожусь под администратором, менеджеры по продаже это сделать не смогут. Переходим в закупки, открываем формирование заказов поставщикам, указываем склад. И на закладке обеспечения заказов на отгрузку видим, что нам нужно заказать три позиции товаров. Отмечаем галочками, что на этот товар должен создаться заказ поставщику. Можно указать конкретного поставщика. И после этого жмем далее, и у нас оформится заказ поставщику. Если мы его сейчас откроем, то увидим, что первая позиция у нас заказывается просто на склад, а последние две позиции заказываются конкретно под тот заказ, у которого указано обособленное обеспечение. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.